Здравствуйте, уважаемые организаторы, уважаемые служители. Меня зовут Привалов Михаил, и я представляю Институт государственной службы и управления РАНКХ, обучаюсь по направлению подготовки государственного и муниципального управления на втором курсе магистратуры. Выполнил олимпиадное задание, законодательная база в Китае. Хотелось бы начать с Конституции Китайской Народной Республики. Это основной закон страны. Действующая версия была принята в 1982 году. В нее вносились пять изменений, крайние из которых в 2018 году. Особенностью является большая преамбула. Далее рассмотрим демократический централизм. Согласно Конституции, вся власть в Китае принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через всекитайское собрание народных представителей или парламент и местное собрание народных представителей различных ступеней. Особенностью является то, что в Китае отсутствует принцип разделения властей, который присутствует в России. Государственные органы Китая существуют принцип демократического централизма, который основывается на обязательности решения вышестоящих органов для ниже стоящих при выборности всех органов и подотчетности их ниже стоящих. Все постановления парламента обязательны для всех местных советов. Китайская государственная идеология определяет коммунистическую партию авангардом рабочего класса, выразителем потребностей многонационального народа страны, руководящей силой в работе по строительству социализма в Китае. Конституция подчеркивает важность и значение коммунистической партии. Партия сохранила свои позиции в государстве, в то время как многие в прошлом социалистические страны отказались от такого пути развития. Особенностью является то, что коммунистическая партия – самая многочисленная в мире, около 100 миллионов человек. Всекитайское собрание народных представителей является высшим органом государственной власти. Его постоянно действующим органом является постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Парламент и его постоянный комитет осуществляют законодательную власть в стране. Китайский парламент – самый большой парламент в мире. Рассмотрим его формирование. Выборы депутатов проводятся под руководством постоянного комитета. Постоянный комитет должен завершить выборы депутатов следующего парламента за два месяца до истечения срока полномочий нынешнего. Выборы трехступенчатые и непрямые. Сначала народ непосредственно избирает власть на местах. Затем местные собрания народных представителей избирают депутатов провинциальных собраний народных представителей и собраний народных представителей автономных районов и городов центрального подчинения. Провинциальные собрания народных представителей избирают депутатов парламента. В парламенте должны присутствовать все национальные меньшинства, хотя бы по одному человеку от 55. Часть депутатов избирается от вооруженных сил в результате многоступенчатых выборов в армии. Представительство партии в парламенте В парламенте основную часть мандатов имеет Коммунистическая партия. Помимо нее в работе принимают участие еще 8 так называемых демократических партий. Но их представительства недостаточно для оспаривания принятых решений. 5 марта 2018 года открылась первая сессия парламент 13 созыва. Количество депутатов не превышает 3000 человек в парламенте Китая. В составе 13 созыва 2980. Срок полномочий парламента и его постоянного комитета 5 лет. Депутатами парламента могут стать граждане Китая старше 18 лет. Депутаты и лица, входящие в состав постоянного комитета, имеют право вносить предложения в рамках своих компетенций в парламент, в постоянный комитет. В период заседаний постоянный комитет имеет право обращаться с запросами в другие государственные органы, которые обязаны дать ответ. Депутаты не могут быть арестованы или привлечены к уголовной ответственности без разрешения президиума сессии, либо постоянного комитета в перерывах между сессиями. Также депутаты не подлежат привлечению к юридической ответственности за выступления и голосования на различных заседаниях. Депутаты должны поддерживать тесную связь с избравшими их органами. Депутаты подконтрольны органам, которые их избрали. Рассмотрим структуру законодательного органа. Он состоит из президиума сессии, которая избирается на каждую сессию, составляет около 160 человек, делегаций, постоянного комитета и специальных комиссий. Делегации от избирательных единиц являются особенностью парламента, вытекающей из порядка формирования данного органа. Поскольку парламент состоит из депутатов избранных административно-территориальных единиц, которые представлены несколькими депутатами, то они объединены в делегации, имеющей общий региональный или иной интерес. Каждая делегация выбирает своего руководителя и его заместителей. Парламент имеет 10 специальных комиссий, название которых приведено на слайде. Парламент руководит их работой, а в перерывах между сессиями не находится под руководством постоянного комитета. Каждая специальная комиссия состоит из председателя, нескольких заместителей председателя и других членов, которые избираются в президиуме сессии из числа депутатов. Роль специальных комиссий – это исследование, обсуждение, составление законопроектов или предложения, относящихся к их областям. Постоянный комитет состоит из председателя, заместителя председателя, генерального секретаря и члена. Председатель, заместители председателя и генеральный секретарь образуют совет председателя. На данный момент председателем является Ли Чжан Шу, одним из заместителей является Ван Чен, а генеральным секретарем является Ян Чжэнь Ву. Все они состоят в коммунистической партии. Члены постоянного комитета не могут состоять на службе других государственных административных органов. Председатели, заместители председателя могут занимать эти должности не более чем два срока подряд. Постоянный комитет ответственен перед парламентом и ему под отчетом. Рабочие административные органы постоянного комитета. Главный офис – это всеобъемлющий административный орган постоянного комитета под руководством генерального секретаря. Комиссия по законодательным вопросам – это рабочий орган комиссии по вопросам Конституции и законодательства. Комиссия по бюджетным вопросам – это рабочий орган финансовой и экономической комиссии. Комиссия по основному законодательству специальных административных районов Гонконг и Макао существует отдельно для специальных административных районов. Также есть комитет по проверке полномочий, который проверяет квалификацию депутатов избранных парламентом. У комитета есть свой главный офис. В каждом из приведенных органов есть административный офис и исследовательский офис. Рассмотрим полномочия парламента. Полномочия парламента традиционны для представительного органа. Законотворчество, избрание и смещение высших должностных лиц государства, утверждение планов экономического и социального развития, бюджета страны и отчетов об их выполнении, решение вопросов административно-территориального устройства, вопросов войны и мира. Перечень полномочий парламента открытый. Особенностью также является, что он разграничивает свои полномочия с помощью. Постоянным комитетом. Полномочия постоянного комитета можно разделить на собственные и полномочия, которые он исполняет за парламент в перерывах между его сессиями. Собственным полномочиям относятся Толкование конституции и законов, принятие законов и внесения в них изменений, но исключением тех, которые должны приниматься в парламенте. Дополнение и изменение законов принятых парламентов без ущерба для основополагающих принципов и духов правовых актов. Контроль за государственными органами. Отмена актов провинции, провинции, автономных районов, которые противоречат конституции, законам и административным актам. Принятие решений о всеобщей или частичной мобилизации, о ратификации и денонсации международных договоров, о ведении чрезвычайного положения. Также устанавливают воинские звания и другие специальные звания. Особенностью является, что постоянный комитет исполняет полномочия, которые традиционны для главы государства. Это назначение отзыва полномочных представителей в иностранных государствах, награждение орденами и присвоение почетных званий, принятие решений о помиловании. В перерывах между сессиями парламент и его постоянный комитет вносит частичные изменения и дополнения в законы, принятые парламентом. Рассматривает и утверждает по оправке к планам экономического и социального развития бюджету в ходе их исполнения. Принимает решения о назначении и смещении высших разношенных лиц государства. Также решает вопросы войны и мира в случае угрозы Китаю и исполнения международных договоров. Созыв и форма сессий. Сессии парламента проходят ежегодно, созываются постоянным комитетом, проводятся пленарные заседания и встречи делегаций. Должно присутствовать не менее 2 трети всех членов. Постоянный комитет проводит заседания раз в два месяца. Обычно в конце четных месяцов. Он также может проводить промежуточные заседания, если в этом есть особая необходимость. Заседание созывает и ведет председатель постоянного комитета. Заседание постоянного комитета должно присутствовать как минимум половина всех членов. Постоянный комитет 13-го созыва разделен на 6 групп для рассмотрения законопроектов или предложений. Он проводит пленарные заседания, групповые заседания и совместные групповые заседания. Рассмотрим законодательный процесс Китая. Он состоит из четырех стадий. Законодательная инициатива, которой обладают Президиум парламента, его постоянный комитет и специальные комиссии, делегации или более 30 представителей. Также законодательной инициативой обладают Госсовет, Центральный военный совет, Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура. Далее идет Обсуждение проекта. Обсуждение происходит в Президиуме парламента. Далее происходит принятие проекта. После рассмотрения парламентом законопроект выносится на голосование. Законы принимаются простым большинством, как минимум половину всех членов, а акты, изменяющие Конституцию, должны быть приняты количеством не менее двух третей всех членов. Далее происходит публикация нового закона. Публикуется закон указом председателя Китайской народной республики. Законодательный процесс в сфере управления в Китае осуществляет исполнительная власть посредством принятия изменения и отмены административных законов, подзаконных актов и административных положений. Согласно Конституции на местах также может осуществляться законодательная власть, но она ограничена. Все законы и постановления, за исключением законов, принятых парламентом, представляются в соответствующий уровень в течение 30 дней после их публикации. Постоянный комитет имеет право на рассмотрение и отклонение всех законов, кроме принятых парламентом. Постоянным комитетом 13-го созыва с 23 по 24 февраля 2023 года была проведена 39-я сессия для подготовки к предстоящей первой сессии парламента 14-го созыва, которая откроется 5 марта. В пленарном заседании приняло участие 162 члена постоянного комитета 13-го созыва. На заседании был рассмотрен проект постановления о корректировке применения некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса в отношении военнослужащих в военное время. Был рассмотрен доклад генерального секретаря, по которому в общей сложности в парламент было избрано 2977 депутатов, обеспечивающих широкое представительство. Квалификации всех депутатов являются истинительными. Хотелось бы выразить слова благодарности организаторам Олимпиады за возможность участия и коллективу Института Государственной службы и управления. Спасибо большое за внимание.